Вот, собственно, мы переходим... О боже мой, что это у них? Аркадный контроллер? Не могу понять, что у него на коленях. Это выглядит как аркадный контроллер на самом деле. В общем, эти товарищи, они будут по очереди игры играть, нацепили на себя вот эти типа шапочки или что это, маски, по-моему, с персонажами, символизируя то, за кого они будут в основном играть. Ну, собственно, первое, что мы наблюдаем, это экран выбора персонажей. Это то, чего, в принципе, не было в этих играх изначально, особенно Эми. Как бы из-за Тейлз, например, у нас со второго Соника идет, Наклз, с третьего Соника идет, то Эми играбельная у нас вообще только в Соник Адвансах появлялась. Ну, начиная с Соника Адвансов, это... Ну, и с ними я тяду именно 2D-игры. А это уже не классическая серия, так сказать. Они вывели Аргека на ноуте, походу. Аргек — это один из известных раннеров, он на JDQ тоже бывал, и он мог запомниться, возможно, некоторым из вас, потому с какой скоростью он говорит. И... В принципе, нет, наверное, ни доли секунды, чтобы он молчал. Он все время говорит. Они начали... Я надеюсь, что в этот раз никаких там спойлеров с моей стороны быть не должно, потому что... Вроде как об этом позаботились сказать. А мы играем, собственно, начиная, естественно, с первого Соника, с самой первой игры в серии, только с изменениями, которые внесены в этот сборник. Самое первое, что вы могли заметить, это то, что мы играем за Тейлза. В первом Сонике у нас только Соник был, и все, больше никого. Но вроде как за Тейлза можно было в мобильном порте играть. Тут, в общем-то, и Соник 1, и Соник 2 — это, по сути, переносы игр с мобилок, которые делались командой Кристиана Вайтхеда. Универсари — это режим, где мы играем как бы все игры подряд, которые есть в этом сборнике, по их хронологическому порядку, так сказать. Соник 1, потом, наверное, Соник CD, потом Соник 2, потом Соник 3 нахл. Это режим, в котором мы как бы все подряд играем. Как бы непрерывно, как в некоторых других коллекциях, например. Что-то пошло не так. У них что-то пошло не так. Технические шоколадки. Ладно. Мне показалось, что я слышал задержку звука. Вернее, наоборот, то, что задержку картинки относительно звука. Я не знаю, это у меня здесь или это у них на трансляции. Возможно, у них на трансляции, поэтому они и прервались сейчас. Многие-многие-многие-многие люди, все работают невероятно трудно behind the seeds. 24 hours per day. Но, ой, ребята, я вижу все эти донации, которые приходят. Но, ребята, посмотрите на это! Вы выбрали игру для Elden Ring vs. Sekiro. Это сейчас около 35 долларов! Вау! Elden Ring стоит прямо behind, но Sekiro может принимать лид. Чат, ты потрясающий. Но сейчас, если вы хотите увидеть Elden Ring, то, например, звук того, как Тейлз пересек финиш первого акта, проигрался, наверное, на 2-3 секунды раньше, чем это произошло на картинке. Поэтому, видимо, это с их стороны проблема. И, надеюсь, они ее вскоре исправят. Ха-ха-ха-ха! Нормальные у них там голосовалки за какую игру играть, Elden Ring или Sekiro. И там голосовалки, ну, прям очень близко друг от друга с разницей в 30 баксов, конечно, да. И, ребята, это удивительно, потому что, как каждый маленький это помогает. Если у тебя 5 долларов, 10 долларов, 20 долларов, то, что ты можешь просто взять от твоего валета прямо сейчас и отправить в нас. Просто посмотрите на кнопку «Доней» внизу, если вы смотрите это live на твич-пейже. Или, может быть, вы смотрите это на странице, и вы просто можете отправить в одну донацию. Но... Ха-ха-ха! Мы просто получили донацию. Теперь Elden Ring просто $5,70. А, давай, если вы смотрите на 10 долларов, я реально не хочу. Ха-ха-ха! И вот, на самом деле, я даже не знаю, в этом ранее универсари моды будут собирать изумруды или нет. Мне кажется, нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА My boyfriend had cancer a few years ago, he takes vacation just to watch GDQ and spend money for prevent cancer foundation every time. So here I am giving my share for a good cause. Keep it on up, guys. Wow, thank you so much, Alyssa, and best wishes to you. Hi there! Just wanted to donate following Adam Starbuck's team for a group of players, he courageously allowed me to co-commentate. Ever since I started wanting to get back to the team, I always wondered what it would be like to be on stage and actually participate directly in the event as someone who isn't a speedrunner. It's a bit wild now that at the end of my 10th in-person GDQ that I got the opportunity to do so. And I'm very thankful GDQ changed my life when I went to my first on-site for AGDQ 2017. I've met my best friends here, and it forever changed the trajectory of my life in the best possible way. I'm forever grateful to all the wonderful communities, runners, staff, volunteers, and more who have welcomed and accepted me into this incredible family now. I couldn't imagine my life without this event and without all of you. Thank you so much. You know, at CMM-1215, great job on that Star Fox 64 run, and thank you so much for those kind and welcoming words. You know, folks, here in these speedrun communities, right, we are just doing this out of the love for these video games, right? And this is really the tip of the iceberg, right? We can't feature every single amazing speedrunner here during these marathon. We have very selective slots, because we only run for a week, even though we go for 24 hours per day. Кто сломал, не знаю, Ghostwire Tokyo сломал, который перед этим был? If you can't get enough speedrunning after Awesome Games Done Quick is done, then join us after AGDQ to see more incredible speedruns on GDQ Hotfix. Hotfix shows off communities in speedrunning that you may not have seen during the marathons, and elevates speedrunners year-round. Tune in weekdays at 7 p.m. Eastern and weekends at 1 p.m. Eastern on Twitch. It's true. Like, literally almost every single day during the year, GDQ has content going on on their stream. And once again here, if you are unaware of what we're doing here at GDQ, maybe you just woke up, got your morning coffee, and turned on the stream, we are here supporting Prevent Cancer Foundation. And you know what? Prevent Cancer Foundation's vision is a world where cancer is preventable, detectable, and beatable for all. Right? Reducing the cancer mortality rate by focusing individual behaviors, public policy and research on prevention and early detection. Right? Пока ничего особо не происходит, нам просто рассказывают, на что, в принципе, собираются все эти деньги. Это на Prevent Cancer Foundation, то есть на организацию, которая занимается борьбой с раковыми заболеваниями, вот этим вот всем. И, судя по лунтой анимации в левом верхнем углу, мы почти полтора ляма Determination набрали. Да. Thank you, PCF. Uh-oh, wow. Somebody really didn't want that tie to happen for the Choose the Game incentive between Elden Ring and Sekiro, right? When you send a donation, you can actually end up putting your money towards a fun bid war. We have three going on right now, but the Choose the Game incentive for Elden Ring versus Sekiro, Sekiro now is over $4,000 raised. So Elden Ring is going to have to do something more or get you to want to be able to make it. Ataq под конец накидают. Как это обычно бывает. Наверное, местный JDQ-шный технар до сих пор не проснулся. Время 8.42 по их местному времени. Если они никак не починят стрим трансляцию игры. I'm watching you, Tribune Knight. Oh, no, and somebody also donated to Sekiro, so the cap is even further. Twitch chat. Where are my Elden Ring fans at? Yeah, there we go. We have a donation of $50 from Uli-Wuli that says Elden Ring, greetings from Germany. Thank you so much. За то время, что они чинят технические шоколадки, уже, наверное, две зоны бы прошли, начали бы третью. Спасибо, Райкард. Это отличная референция, по-моему. Вау, I love this donation. We have $5 from Cardinal, that says, I don't have much money. If you said that he was in the game gear, well, if he was in the game gear, then maybe he was in the bottom of my heart. But in this game gear, его нет, поэтому не в этот раз. Yeah, we even have $10 from Manacra, asking you shall receive. Yeah, absolutely. Thank you so much. That is so generous. Yes, $10 from Mr. Risser that says, let's keep this Elden Ring versus Sekiro battle going. Yeah, look at that. And that Elden Ring's so close, just $121 away. Don't scratch that. Yeah, yeah, it's $121. Whoa, no, it's even closer. It's $101 away. Yeah, it's $25 from the example, Daniel, that says, Oh, that's why we did donate to a great class, but when I heard cover muffins, I couldn't clap. I was forced to grab my car to donate while he was hosting. The energy you bring is magnetic and I'm super happy to see you host and do runs. Yeah, you know what example, Daniel? I almost didn't make it to the event because my car literally broke down the day I was supposed to arrive. I literally arrived to the event 30 minutes before my first hosting shift. It was glorious. Oh, audience. You. All right, folks, and that being said, are you ready for some Sonic Origins Plus? Похоже, они возвращаются. И снова здравствуйте. 5, 4, 3, 2, 1, go! В общем, Flying Fox и у нас играют, как всегда, за Flying Fox. Это товарищ по имени Tails. Его не было в оригинальной игре, но он был в мобильном порте, который, собственно, перенесли в этот сборник. Помимо Tails'а у нас вот какие еще особенности. Во-первых, игра в 16 на 9. Изначально, естественно, никакого широкоформата у игры не было и в помине. И, как сейчас, в общем-то, по современной тенденциям пошло, в игре нет жизни. Вместо этого в этом режиме, по крайней мере, у нас некие монетки, у них там уже 999 штук, скорее всего, насобирали до этого. Монетки эти позволяют покупать штуки, например, в менюшке, типа музыки, там еще чего-то, но также позволяют рестарти спецзоны, которые для изумруда хаоса, но, скорее всего, никакие спецэтапы они здесь не пойдут, и мы этого особо и не увидим. Ну, есть монетки, есть, а жизнь по факту бесконечная, то есть у нас ни экранов континью, ничего такого не будет. Ну и да, судя по всему, проблема со звуком все еще остается. Вот где-то, вот те же самые две секунды, где-то так вот. Первые два Соника, а также Sonic CD, делала команда, ну, в каком-то смысле фанатов-энтузиастов, если так можно сказать, но она официально как бы выпущена Sega, и так что оно вполне себе официальное. Эта команда, стоящая из Кристиана Вайтхеда и других людей, они изначально делали порты мобильные вот этих вот игр, которые имели и 16 на 9, и выбор Тейлза в качестве играбельного, и вот это все. И если Sonic CD, например, они выпустили на все, в принципе, не только на мобилке, они на то время выпустили на актуальные консоли и на ПК, то Sonic 1 и 2 от них, по сути, вот только в этом сборнике официально и вышел, ну, мы не считаем декомпиляцией фанатские, вот это вот все. Она вышла в эти игры, ставит Sonic Origins и выше. Ну, а Sonic 3 и Knuckles это вообще отдельная песня, потому что как бы сказать, у той команды, которая делала вот эти порты, у них были наработки по третьему Sonic, но я точно не уверен, использовались ли они именно для этого сборника. Скорее всего, использовались. Но у версии Sonic 3 из этого сборника есть другие приколы, о которых, ну, собственно, попозже, когда мы дойдем на этой игре. Шлелл дизайн. Вторая зона, у нас вот такая вот медленная, платформинг, все дела, и даже за Тейлзом мы не то чтобы прям сильно там что-то скипаем, пролетаем. По сути, да, визуал у этого всего, ну, как на Мегадрайве с поправкой на 16 на 9. Спрайты, все окружения, то, как оно в целом ощущается. Ну, то, что у нас здесь другие персонажи еще доступны, это уже приколы местные, так сказать. Вон те противные, шипастые враги были, от которых Sonic частенько получал урон, а, ну и Тейлзу тоже получил урон. Ну, Тейлз мог, может их просто перелететь, потому что он в общем, он летать умеет. Это интересный такой лисенок, у которого два хвоста есть, с помощью которых он может летать а-ля вертолет, поэтому не спрашивайте, как это работает, это просто работает. Да, изумруды, судя по всему, мы здесь не собираем, мы просто бежим как можно быстрее до конца игр, слава богу, пожалуй, потому что с изумрудами это было бы еще дольше. Поскольку у нас будет четыре игры, и одна из этих игр, по сути, является двумя играми, то у нас здесь два часа с чем-то, собственно, классик ранов будет. эти игры, мобильные порты, то, что перенесли в Sony Corrigence, они сделаны, несмотря на то, что они точно так же выглядят, и в целом очень похожи по тому, как они ощущаются, они сделаны на каком-то их собственном движке, так сказать. поэтому в контексте каких-то гличей из бедра нерских штук, это абсолютно разные игры, потому что соники с мегадрайва, если их проходить с гличами, ну, почти каждый уровень, кроме, может быть, самых первых, наблюдали бы то, как персонаж улетает за пределы экрана, и тот начинает проматываться куда-то там вправо, вверх, вниз, в зависимости от того, куда он кнопку будет нажимать. Здесь у нас будут все-таки другие техники, по большей части. Ой, Тейлза выпихнула. Он хотел взять Питшуза, это айтон, который позволяет ему разогнаться побыстрее. птицуза, это птицуза, птицуза, и он там поднимет и у В оригинальных играх, да даже в этих портах, плейл дизайн в принципе не был особо рассчитан под то, чтобы их можно было проходить другими персонажами с их особенностями, поэтому Тейлз и его способность летать здесь прям опэ. Райнер, поясняю, за Anniversary Mode это в принципе то, о чем я уже рассказал, как бы есть классический режим, где мы играем с жизнями, и по-моему в 4 на 3 есть Anniversary режим, где мы играем все игры подряд, играем в 16 на 9, и жизнь у нас заменены на вот эти вот монетки, но даже в 4 на 3 эти игры все равно не те, что были изначально, потому что другой движок грубое все, просто они выглядят точно так же. Тейлз, как нам сейчас говорят, он поменьше ростом, соответственно он имеет меньше хитбокс, чем другие персонажи, поэтому мы можем в более узкие пространства протискиваться, скажем так. Залетаем вот в эту вот комнатку наверху, получаем неуязвимости спичуза, то есть ускорялку, и с помощью вот этого желоба внизу мы получаем разгончик, улетаем вверх, и пролетаем уровень над ним. Все, улетели куда-то, тоже за капсулу, это нам уже нужно было на нее упасть обратно. Что это за капсулу, ну, есть хороший, там, Соник, вот эти вот все товарищи, а есть плохой, доктор Эггамон, он же в американских версиях тех времен известен как доктор роботник, ну, либо работник, как его некоторые произносят, ну, как бы особо робот, поэтому я его буду называть роботник. Это, так сказать, и Evil Genius Scientist, безумный дофига гениальный ученый, который мечтает владеть миром, и для того, чтобы делать своих роботов, он использует маленьких животных в качестве своего рода источника питания для них. И вот из этих капсул мы этих самых животных освобождаем. По сути, это все. Как бы, вся классика, она про это. Тут особо и нечего пояснять даже, ну, кроме, может быть, в Соник Сиди, где... Вот к этому добавится еще и ха-ха от перемещения во времени, но об этом попозже. Страшная зона, конечно, когда мы оригинальные игры играем, потому что мы очень много находимся под водой, под водой мы можем дышать только по... Если я правильно помню, 19 секунд всего, и когда остается что-то секунд 5 или около того, начинается вот этот проигрыш, который у многих в те времена игра, что это называется, уродные витнамские флешбеки, потому что... А, вот, можно даже сейчас услышать эту мелодию. Но стоит нам выбраться наверх или подобрать пузырь с воздухом, мы как бы восстанавливаем дыхалку, и все нормально. Почему за Тейлза? Да потому что быстрее за Тейлза. Потому что... Потому что... Лейл дизайн этой игры изначально на Тейлза не рассчитан, его там не было. А Тейлз умеет летать у нас здесь, и за счет этого он может просто взять и пролететь уровень над уровнем, пропуская часть платформинга, так сказать. Я не уверен насчет, добавили ли ему в эту игру умение плавать. Да, добавили умение плавать, вот вы сейчас могли видеть, как он перебирает руками-ногами, так сказать. Соник всего этого не умеет. Соник просто начинает под водой медленнее ходить, и это, в общем-то, все. Но здесь умение плавать, оно... Я так понимаю, наверное, помогает мало где. Эта зона еще известна своим боссом, которого не надо проходить. Ээээ... Эээ... 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 Не знаю, это у меня в Дискорде залагал стрим, или это там, в принципе, залагал стрим, но... Ладно. Эээ... 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 там страшно становится. Босса проходить даже не обязательно, и его и бить не обязательно. Нам просто надо забраться наверх. Но даже это может быть сложно, особенно если Соника нагонит вода, и тогда он начнет медленнее двигаться, а... Шипы, которые вылезают из стены, они медленнее не становятся, и это может создавать проблемы. Соник, в принципе, ничего особо и не умеет, если так подумать, потому что... Все остальные персонажи, они, в принципе, умеют бегать на схожей скорости, что Соник, но при этом имеют какие-то свои приколы. Там Тейлз летать умеет, Наклз сильный. Умеет парить и сильно бить кулаками. Эми молоточком больно бьет. Че еще про нее сказать? Вот эта локация Starlight Zone, она по оригинальной игре одна из самых быстрых, потому что у нас здесь много вот таких спусков-подъемов, которые позволяют развивать скорость. Ну и сейчас мы пытаемся в принципе опять сделать то же самое, что делали до этого, именно заскочить наверх и, видимо, не стали, потому что там надо хорошо так залететь наверх, чтобы, по сути, уже над всей геометрией уровня просто полететь вперед. Вот так, в общем-то, не умеют, чтобы со старта полететь куда-то наверх на какой-то там путь, который я даже не уверен, доступен ли он ему в принципе, хотя он существует. Боссы в Сониках это по большей части всегда такое, как подсмешище. Особенно если мы берем Юиз Винку и просто в него тыкаемся и наносим ему урон. Почему они, я так понимаю, разрабу Соника не пошли в геймплей по типу Mario 64? Ну не знаю, они экспериментировали как могли. Буквально берем каждую 3D-игру серии, там, по большей части эксперимента. Мы на финальной зоне первого Соника уже. Первый Соник он сам по себе не особо-то длинный. Тут 6 зон всего, вроде 6. Большую их часть мы пролетаем с помощью Тейлза, что гораздо быстрее, чем с Соником проходить. Соник умеет с бонусами взаимодействовать. Я так понимаю, речь про щиты. Щиты это Соник 3. В контексте вот именно тех игр, которые сейчас будут. Так что... Такое. Ну и как бы это зависимость от айтемов, а не от своих скилов каких-то. Это не Мегамен, мы можем получать здесь урон, терять кольца, и пока у нас колец не ноль, мы можем получать урон, получаем от этого кадра неуязвимости. За счет них мы сквозь объекты проскакиваем. В общем-то, классический дэвис бутшоп-то мистин. Ну что да, во втором Сонике Тейлз летать не умел. Он чисто как... И сильно второго игрока был. То есть из-за него можно было играть, но он бегался как Соник абсолютно. Не говоря уж о первом Сонике, где в принципе не было никакого Тейлза, еще в проекте даже. Ну то есть как, в проекте может быть и был, но в самой игре его не было. Третий акт финальной зоны Скраббрэйн это буквально рескин лабиринта, который у нас до этого был. У нее там что-то не получилось, она решила зарестартить уровень. Она хотела что-то сделать, но у нее не получилось, и она решила рестартить уровень. А, вот такой баунс от айтема. Заскакиваю на айтем с зажатым прыжком, и в зависимости от того, с какой высоты мы пролетели, тем выше мы подлинцем. Финальный босс первого Соника, тут особо не о чем говорить. Вот этих энергошаров очень легко избежать, особенно когда есть спиндэш, спиндэша в первом Сонике, как вы возможно могли догадаться, тоже не было. Спиндэш у нас появился только во второй части. Тут и без спиндэша в общем-то довольно просто вот этих сфер избежать. А тут вообще все на свете. У нас 16 на 9, соответственно, у нас больше пространства. У нас спиндэш, соответственно, возможность мгновенно набрать скорость с места. Со всем вот этим этот финальный босс, конечно, просто в шутку превращается. Тем более у него вроде бы даже четкий паттерн есть, который можно просто запомнить. И все. Соник 1 завершили, мы видим прототип миррор-мода, так сказать. Если так можно сказать, в Соник Ориджнессе в плюсе, по крайней мере, есть так называемый миррор-мод, это где мы уровень бежим не слева направо, а то есть из начала в конец, а наоборот, из конца в начало. Ну да, титры вот эти вот с этими всеми анимациями непропускаемые, поэтому они пока идут титры, они сейчас будут там сетапиться уже на следующий, ну как, сетапить следующего раннера, так сказать. Которая сидит... Все-таки я не могу понять, это аркадный контроллер, а что это. Вот я не понял, они, по крайней мере, не скипают титры, по-моему, они сказали, что они их не скипают для того, чтобы... Что они не скипаются, они воспользуются этим временем для того, чтобы за сетапить следующего раннера. И все-таки это реально аркадный контроллер у него. В принципе, на чем у нас только не играли. Где-то я помню, опять же, то ли GDQ, то ли ESO был ранн... По-моему, даже Sonic Adventure первого, где... Несколько человек играло на одном контроллере. Нажимали каждый свою кнопку, так сказать. Флайн Фокс, Джои Бэби, Супер Соник и Соник Кустар. Хм, я не могу сказать, можно скипать титры или нет, потому что я в Sonic Origins не играл, у меня он не сдался. Трай Агейн, это... А, о, у нас тут контент из Origins, кат-сценки вот эти, которые, собственно, добавили в этом сборнике. Трай Агейн, это экран, который появляется, если мы не собрали все изумруды хаосов за прохождение. Ну и да, ролики эти, по сути, только про Соника, независимо от того, что мы играем за других персонажей или нет, но это все равно будет Sonic. А он действительно взял аккадный контроллер и сейчас будет сидеть переназначать управление себе, пока таймер идет. Мягко говоря, настройка этого контроллера у него весьма специфическая будет, поэтому ему нужно сейчас это граунтно сделать. Так что да, мы имеем честь наблюдать буквально спидран настроек сейчас. Ну, не столь важно, на самом деле, что на все это уходит время. Все это по большей части ради шоу кейса, конечно же. Sonic CD, да, все-таки такая последовательность, потому что это буквально последовательность, с которой эти игры выходили. Sonic CD вышел чуть-чуть раньше, чем второй Sonic, и некоторые штуки в нем, такие как Spindash, они там уже есть, но они работают не совсем так эффективно. Но там есть и другие что-то. Sonic CD выходил на платформу, которую, наверное, не все здесь знают, в этой стране, так сказать. Это Sega CD, это аддон для Mega Drive, который позволял играть с компакт-дисковой игры. И для него разрабатывались свои эксклюзивы, так сказать. По большей части всякое интерактивное кинцо, которое было, знаете, очень плохого качества видео, да еще с черной рамочкой, то есть не на весь экран даже. Sonic CD, это одна из этих игр, и... Никакого Knuckles'а там тоже не было и в пламени в то время. Knuckles умеет парить в воздухе, вот так вот, медленно снижаясь, так сказать. В этом смысле он эффективнее Тейлза даже. И... в этой игре мы... Ну, по сути, мы делали то же самое, что делали до этого за Тейлзом. Мы улетали сильно вверх и начинали парить вперед. Буквально над всей геометрией уровня, скипая весь платформинг. Как-то так это и происходит. Поэтому взяли в данном случае на то уже. А изначально в игре был только Sonic. Тейлза добавили вот в тот самый порт для мобилок и консолей, которые вышли еще когда. И на основе того порта сделали уже эту версию, добавили туда Knuckles'а и, по-моему, Эйми тоже играбельное тут. Ее можно сюда выбрать. Но раз мы хотим побыстрее все это пройти, то в данном случае мы берем Knuckles'а, потому что он парит. И причем скорость его парения по сути такая же, как скорость бега, наверное. Эта игра примечательна еще тем, что у нее есть так называемые... В общем, на уровнях есть таблички с надпись Past и Future. И если мы коснемся этих табличек и потом разгонимся хорошенько, то мы можем переместиться во времени на, соответственно, прошлую версию уровня или будущую версию уровня. Здесь мы стараемся этого не делать, потому что все эти переходы занимают время. Но иногда это полезно, потому что уровни имеют разные лоялты. И пока я все это сказал, они прошли первого босса. Боссы в Sonic CD. Мое непочтение, потому что... Три удара. Вы, в принципе, все сами видели. Три удара. Обычно боссы бьются там за восемь ударов в классике. Какие-то в шестнадцать, если это финальные. Но... Эта игра стоит особняком. И на самом деле три удара это даже не минимум. Из-за того, что тут три удара, которые все проносятся дэмеж бустом в самом начале боя. Этих боссов, кроме как шуткой, просто по-другому, наверное, и не назвать. Игра уникальная во многих отношениях. У нее весьма своеобразный визуальный стиль. У нее своеобразный левел-дизайн, который далеко не всем нравится. Но принципы которого, наверное, были взяты за основу для Sonic Mania, как мне кажется... О, пошли снова приколы. Наклз, помимо того, что он парить в воздухе умеет, он еще умеет карабкаться по стенам. И что они сделали? Они залезли вот на ту стенку. Залезли, по сути, на крышу уровня, так можно сказать. Ну, там еще баунс от айтема был, чтоб еще выше подлететь. И... все. Полетели. Наклз не просто летит в своем парении, он еще и ускоряется при этом. Чем дольше мы летим, тем быстрее мы летим. И, соответственно, если мы наберем хорошую высоту, то мы можем прям очень хорошо так пролететь. Это сегмент у нас представляет собой этакий пинбол и... Они делают интересную штуку через паузу. Не знаю, что именно они, конечно, нажимают, но его выкидывают просто сквозь геометрию в самый верх и все. А так вообще этот сегмент довольно противный, потому что это пинбол. Собственно, он полетел, прыгнул в один фрейм с приземлением на противника, нажал прыжок, тем самым сделал от него баунс, подскочил. Улетел как бы на каталог уровня. И, собственно, да, мы сейчас видели переход в другую версию уровня, так сказать. Каждый переход сопровождается вот такой анимацией перехода во времени, так сказать, но... Который, казалось бы, тратит время, но за счет того, что разные версии уровня имеют разный лей-аут, то, грубо говоря, может быть выгоднее переместиться на тот уровень, который имеет меньше препятствий. И за счет этого, в общем-то, сэкономит время. Ну а вот здесь интересно получилось, нас отправило сразу вверх уровня. Мы даже не касались ничего, мы просто пробежали по потолку над финишем уровне и убежали куда-то дальше вперед, нам это засчиталось как прохождение уровня. Да, если вместе со всеми временными версиями уровней считать, то это много довольно получилось, потому что есть прошлое, есть настоящее. Есть два варианта будущего, хорошее и плохое, которое по умолчанию плохое, но если выполнить определенные условия, которые здесь никто не будет выполнять, то можно получить хорошее будущее. Третий акт каждой зоны у нас по умолчанию происходит в, так сказать, плохом будущем. В общем, как Наклс сейчас так быстро убил босса. По идее, мы должны ему вот эти все пузыри воздуха сбить, но по какой-то причине, сами раннеры даже не знают по какой, а анимация, когда мы отменяем глайд, то есть отменяем парение в воздухе у Наклса, эта анимация не взаимодействует с этими пузырями и мы сквозь них пролетаем и наносим боссу удар. И да, это босс, которому нужен был один удар для того, чтобы его победить, но... Представляете что? Даже это не минимум. Даже один удар, это не минимум. Да, ты можешь возвращаться. Я могу. Окей, мы возвращаемся. Вот сейчас можно было как раз видеть, они взяли табличку, разгоняются, причем, как ни странно, разгон сохраняется, когда мы стоим на месте, спиндэшимся, находясь на дорожке, да. И мы делаем, по сути, штуку как назад в будущее, разгоняемся до, грубо говоря, 88 миль в час и перемещаемся во времени. По-моему, даже то ли в этой игре, то ли в этом сборнике, то ли в Sonic CD в принципе, который вот тогда выходил в этот порт, там была ачивка, которая, по-моему, так и называлась 88 миль в час. Что как бы отсылает нас на вот это самое назад в будущее. Опять у меня пошел Роболойс, не знаю, это у вас на стриме слышно или это только у меня в Дискорде, так, не знаю, но должно нормализоваться, я надеюсь. Поехали. А у нас тут тоже возможны всякие приколы, когда мы заскакиваем, по сути, грубо говоря, внутрь геометрии уровня и где-то там поверху начинается проходить. Финиш уровня, он там где-то внизу был. И если в каких-то играх нам нужно натурально коснуться вот этого, голпост так называемого, то здесь это не требуется, надо достаточно просто пересечь группу, время с ним находится. И вот он босс. Что делает, по сути, этот босс, он включает вот эту дорожку, становится, как ни странно, сам на нее, на эту дорожку и вызывает на нас всякие объекты для того, чтобы нас задамажить. От этих объектов уклониться не сможет только, ну, наверное, тот, кто еще никогда в жизни не держал геймпад в руках, я не знаю. В общем, вот этот вот товарищ, который на нас все скидывает, это есть тот самый доктор Эггман. Абсолютно во всех сопроводительных материалах, гайдах и прочих вещах по играм про Соника пишут, что этот товарищ настолько гениальный, что у него 300 баллов IQ. Вот вы могли сейчас оценить, собственно, эти 300 баллов сейчас. Он встал на эту дорожку, которая уничтожила его платформу за счет трения. И, по сути, мы ему ударов сейчас не наносили ни одного. Так что да, это был тот самый минимум количества ударов. Видимо, высокий уровень интеллекта не означает высокий уровень понимания, я не знаю, физики и чего, поэтому... Как он умудряется при этом роботов конструировать, это хороший вопрос, конечно, но оставим это на совести разработчиков, так сказать. Этот уровень примечательен вот этим мерцающим полом. Каждый раз, если мы приземляемся на этот пол, у нас отпружинивает вверх куда-то очень сильно. Поэтому, по возможности, на него, конечно, лучше поменьше попадать. А так, ну вот, топ-босс, 300 баллов IQ Эквона. Все, что я могу на это сказать, мы слишком тупые для того, чтобы понять его гениальный замысел, потому что у него 300 баллов, а не у нас, поэтому... Когда мы перемещаемся на другую версию уровня, так сказать, у нас меняется не только лояут, у нас меняется цветовая палитра, у нас меняется саундтрек, меняется расположение объектов, все на свете. И там, куда выгоднее в плане расположения объектов, что можно быстрее пройти, то туда не перемещаются целенаправленно. Здесь он хочет сделать глайд прямо на, так сказать, угол того пола, который нас подбрасывает, чтобы его... Что там надо было по-хорошему делать, это добежать до босса, он будет как бы вверх подниматься, и мы его снизу берем. Но мы немножко загличили игру, приземлились где-то, улетели за эту зону с боссом, и по аналогии с тем, как игра считает, то, что мы прошли уровень, если мы просто пересекли, так сказать, линию, где находится финиш уровня, примерно то же самое произошло здесь с боссом. И, грубо говоря, игра посчитала, что мы победили босса. А вот и промотки уровня, собственно, коих очень много, если смотреть спидраны именно, что мегадрайвовских соников. Здесь это выглядело в плане сетапа немножко иначе, но в целом суть очень похожая получилась. Какой бы ни был движок, если эта игра про соника, в ней всегда будут баги. Он, по сути, влетел в угол между этими дорожками, так сказать, и его отправило просто горизонтально вперед. Движок Вайтхеда творит чудеса. Ну, а это, наверное, самый известный момент всей игры, это погоня с Метал Соником. Только здесь она будет выглядеть немножко иначе, потому что с Метал Соником гоняется не Соник, а Наклз. Но, как я уже говорил, у нас, в принципе, все персонажи здесь умеют бегать со скоростью примерно как Соник, но при этом имеют еще какие-то свои дополнительные способности, поэтому сам Соник на яйфоне немножко проигрывает. В общем, нам во время этой погони нужно добраться до вот этого вот финиша раньше Метал Соника. Он разобьется об этот самый финиш. А сзади нас все это время еще Эггман с лазером влетел. Если нарваться вот на этот лазер, если Эггман нас догонит, это инстакил. Если что. Здесь трудно, конечно, именно чтобы быстро бежать, здесь хватает препятствий и всякого прочего, но у нас Метал Соник еще периодически, не знаю, включает режим АИшника в нефорспидах и начинает жестко качапить на нас, но при этом, если он летает вперед, то его относительно просто обогнать. Спиндэш, прыжок. Во время прыжка мы задеваем циркулярку того врага, она нас подбрасывает вверх, и мы снова над уровнем пролетаем. Красота. Он собирается еще один такой вылет сделать, вот на этих вот вращающихся штуках мы можем спиндэшить за счет этого, и за счет того, что они вращаются, мы можем набрать очень хорошую скорость, если мы правильно спрыгнем, мы можем очень высоко улететь. Что, собственно, Раннер сделал, и снова весь уровень над уровнем пролетелся. Мы весь уровень-то, по сути, и не видели. А так-то этот уровень вообще-то свои гиммики имеет, связанные с уменьшением размера персонажа. Баунс от монитора, то, что мы, в принципе, уже до этого увидели. Есть еще эти штуки с казиношки, прекрасно. И мы не знаем, что они выходят вверх, когда я иду туда. И мы с вами вверх. О, это все. О, мы с вами, красивые. Итак, последнее, что я нужно делать, это дубль-хит. Поэтому, когда ты получаешь первый удар на Роботник, он быстро двигается вперед, и если ты таймит прыжок правильно, когда он начинает прыгать вперед, в секунду, когда он будет опускаться вперед, то он может ему два раза удар нанести. Я не уверен, что это фрейм-вындву, особенно, что Наклз' джамп-хайта Но, да, это довольно крепкое фрейм-вындву, только для Наклз. Так, я рад, что это фрейм-перфектно. Фрейм-перфектно, все-таки. Наклз немножко уступает Сонику, я просто совсем забыл про эту вещь, а Наклз ниже прыгает, чем Соник. А так, к этому боссу надо... Тоже три или четыре удара нанести, по-моему, по количеству вот этих штук, которые он как-то себе вертит, и все. И первые два он нанес, собственно, вот этот самый дабл-хип сделал. Босс опустился, он нанес ему один удар, получил дамаг, тот не успел подняться, он нанес ему еще один удар. То есть вот эти вот катсценки, которые в начале были, то, что мы сейчас видим, они были изначально в игре. В отличие от того, что мы видели после первого Соника, здесь, новенькие вот эти, которые прям с новым графоном, как в Мании, точнее даже как в Мании, как этот мультик был по ней, Sonic Mania Adventure, по-моему, назывался. Вот эти сценки, они изначально в игре были, то есть вот в 1992 году. Это было возможно, по сути, только благодаря тому, что игру выпустили на CBCD, на картридж бы не влезли бы все эти мувики. Ну и это титры не оригинальные сейчас идут. Если у нас в первом Сонике были как бы его оригинальные титры, то здесь титры, в общем-то, от сборника самого можно сказать. Раз там один из них в шапке Эми сидит, вероятно, мы увидим как раз геймплей за Эми в этом сборнике. Ну то, что заставочки эти выглядели хуже на CBCD, это как бы уже само собой разумеющийся. Понятное дело, что они исходник другой достали, там, с другой версии. То, что они в CD, еще и у него древняя ПК-версия была, и не только у него, по-моему. Древняя ПК-версия была еще у Соник 3 и Накулс, но в этом чуть более. Да, всё. far we have raised twenty one thousand seven hundred and eighty one dollars and 80 cents in order to be able to unlock that though we still need to make it all the way up to that fifty thousand dollar mark do you believe in twitch chat audience so do i get those donations in and make sure what you do that you put them towards that upgrade all stages incentive one of them is not real shrieks the hills the hedgehog 2 this game sonic cd was kind of the sonic hedgehog 2 in some respects hence why we did it second but yes we are now moving on to a lot of people say it's their favorite games what are our opinions on sonic 2 this game because we grew up on three this is the correct one this is the correct one oh sorry for some of the time stones he played this game for a while this is the same thing I'll be playing on this razor ps4 fightpad so it is kind of like an arcade stick it's a different controller Почему-то она нам показывает здесь Эмми, как ни странно, как бы Sonic CD мы уже прошли, там по сюжету вот это самое Эмми появляется, ее украдет Metal Sonic, и мы ее, в общем-то, спасаем, как раз в конце той самой гонки с Metal Sonic. Ну и там вот эта маленькая планета на цепи есть. Почему нам эту катсцену показали в конце, не очень понятно. Ну и то, что да, она использует здесь карты Таро. Карта Таро это чисто привет мануалу японскому. Этот стаф со всеми этими картами Таро, он не использовался нигде. Он чисто вот в мануале этому упоминался и все. Но почему-то в последнее время товарищи, отвечающие за лор, так сказать, решили эту штуку пообьюзить. Наверное, потому что об этом все фанаты знают, но знают только то, что оно было, и все. И решили это натурально в игры засунуть. У нас поэтому есть вот эта катсценка здесь. В комиксы это тоже, по-моему, вставали. Вроде бы. Насчет комиксов я не могу сказать. Я не то, что бы с ним хорошо знаком. Ну и потом эти карты запихали... В третий апдейт Sonic Frontiers'а. Господи, прости, это третий апдейт Sonic Frontiers'а, в котором весь мув сэт Эмми заменили на штуки с картами. И единственное место, где она использует молот, это парирование атак. Все. Вместо того, чтобы использовать ее самый известный, самый отличительный ее гиммик, они носовали эти карты. Понятно зачем. Непонятно ради кого. Зачем-то они запускают Sonic 2 из Level Select'а, я не очень понимаю, почему, но... Вне суть, мы тут уже сразу видим изменения, тоже относительно оригинальной игры. И это изменение — это щиты. Щиты, которые были элементальные в Sonic 3. Там был... Вообще, по-моему, даже в первом Sonic мы увидели в лобни щит, на самом деле. По-моему, там был где-то в лобни щит. В общем, в лобни щит — это тот щит, который позволяет бесконечно под водой дышать. Здесь у Sonic был лобнин и щит, он может делать дэш вперед в воздухе. О, еще что-то было. А, был щит электрический, который магнитит к себе кольца и имеет двойной прыжок. Это, собственно, та игра, в которой впервые канонично появился Tails. И там, перед этим, показывали, собственно, кат-сценку, где, как бы, Sonic свой самолет расщекляет Tails. Потом, в общем-то, стал на этом самолете летать. И, в общем-то, да, по канону этот самолет изначально Sonic принадлежал, как ни странно. Тейлз, в оригинальной второй игре, он не умел летать. Он, по сути, был чисто, как болванчиком, который следовал за Sonic'ом, исключительно бегал и прыгал, и все. Ммм, рестартит. И, у меня зачем именно. В более поздних играх, если у нас Sonic и Tails вместе на одном экране, они могут взаимодействовать друг с другом. Ну, вот насчет Tori, если они не уверены, что они могут взаимодействовать. Походу, могут. Могут. Но здесь это делается, судя по всему, с помощью сетапа. Мы буквально пропустили сейчас ту злосчастную секцию, где вода поднимается. И просто воспользуемся, грубо говоря, дыркой в строении уровня, который позволяет нам сразу наверх уйти. А так, взаимодействие с Tails'ом у нас, как бы, было в Sonic'е 3, но оно было реализовано с помощью второго геймпада. Второй игрок должен был играть за Tails'а, прыгать, и первый игрок должен был на него запрыгивать. И тем самым Tails'а сцеплял Sonic'а и мог лететь дальше по уровню вместе с ним на руках. Но это делалось только часть второго игрока. Потом появился Sonic 4, в котором это сделали однокнопочным, в общем-то. Там, помимо того, чтобы взять Sonic на руки и с ним полететь, еще пара вещей была, но это пара вещей, скорее всего, в этой игре так и останется, что она никому там не нужна. И он хотел, чтобы я взбаливался на капсулу там, и я делал это все время. Что это, действительно, 40 лет назад? Да, это было 40 лет назад. Найс. Судя по всему, у этой как раз игры выгоднее иметь вот это самое взаимодействие с Tails'ом, поэтому... Либо раннеры просто решили показать нам всех персонажей. У нас 4 игры и 4 персонажа, собственно. А, сколько IQ Tails'а? На самом деле, по-моему, это нигде натурально не говорится, но учитывая, что ему... По крайней мере, до того, как канонично убрали, возрастал персонажей, Tails'у вроде было 8 лет, если я не ошибаюсь. И... В 8 лет он мог там самолет собрать, там еще что-то, ну, короче, тоже... Он тоже мог бы при желании стать гениальным ученым, так сказать. Возможно, даже более гениальным, чем Eggman. Ну, интересно, на час увидели босс заспавнился на самом верху экрана там. На самом деле. Ну, так, хорошо. Не будем убивать Tails'а. Уп! Ну… Когда Tails'а появляется из-за этих пределов экрана, он может дамажить... Он, в принципе, тоже может бить. И да, мне так нравится, что вместе с ним как Sony прыгает, чуть ли Tails'а прыгает и подлетает. При этом он наносит ему урон. Мы за счет этого бьем на пол-босса так быстро. Тейлзу, в отличие от Соника, немножко без разницы на огоньки, там у нас все, он просто берет и бьет Эгмана. Уровень тематики, которая очень часто в Соника встречается, это буквально тематика в казино. У нас до этого, в принципе, была эта зона в первом Сонике, в общем-то, но она, по сути, имела вот эти всякие желоба и вот эти вот штуки, отталкивающие как Финнбол своего рода. Здесь же у нас чуть больше элементов казино, в частности, Соник залетает, например, вот в штуку, которая начинает рулетку ему крутить, а не рулетку, а по сути, однорубку бандита крутить. И в зависимости от того, что ему выпадет, ну, может быть хорошо, может быть нехорошо, в частности, может выпасть Эгман, который на скале свешит. Это довольно сложно, я думаю. Но, да, в остальном, это довольно так же, как в основном, как в оригинальной Глитч-лис категории, ой, я не хотел бы идти так high. Да, это очень подобное, как в Глитч-лис версии раны, с меньшими изображениями, чтобы скопить несколько боссов и сделать несколько классных стратов, особенно в Метрополе. Здесь, в целом, они говорят, что ран второго Соника, он примерно такой же, как Глитч-лис ран оригинальной игры, за парой исключений. Ну, это все опять же, потому что другой движок, другое все, хотя свои приколы у него тоже есть. Стрим у нас ноль плюс, поэтому цитировать случай в казино игрок. Но здесь нельзя нам. Крайнеры еще говорят, что в этой версии немножко пофиксили хитбокс у этого босса и за счет этого его стало сложнее бить. Его было проще достать в оригинальной версии, потому что у него еда хитбокс увеличена была. Ну, это я говорю. Ну, если вы слушаете песню, то это как-то, как они общались. Да, я не могу съесть ваш чизбургер, я это съел. В оригинальной игре, я помню, тут были Глитч-лис. Это одна из самых легких, для Глитч в оригинальной игре. Но я хочу увидеть какие-то хорошие платформные акции. В оригинальной игре, я помню, тут были всякие приколы с бегом по лаве. Тут же еще уровень начинает подниматься вверх, и мы там должны были успевать проскочить и вот это все. А, ну вот даже сейчас. В принципе, очень похожее было. Лауа есть, видимо, только в строго определенных местах, поэтому она никуда дальше там не распространяется, так сказать. как минимум вот этот скипчик, где он по лаве бежал, когда уровень поднимался точно такой же в оригинале был. Ну а здесь у нас идет снова разница с оригиналом, потому что в оригинале не было щитов. и если в оригинале нас как бы заставляют через цикл платформ подниматься вот здесь, где он там прыгал, то здесь мы в целом можем эти циклы игнорировать за счет того, что у нас есть магнитный щит, который электрический щит, не суть, электрический, магнитный, как его он называется. И мы за счет дабл-жампов его, то есть то сегмент проскакиваем. А еще что мы проскакиваем, это босса. Если мы полетим достаточно высоко, то босс-файт просто не начнется, и мы улетим за то место, где происходит босс-файт, приземляемся на вот эту капсулу с животными и проходим уровень. Опять же, это только эта версия, потому что здесь есть взаимодействие с Тейлзом, в то время как в оригинальном втором Сонике Тейлз летать не умел. А эта зона, думаю, здесь есть в чате игравшие, как я понимаю, скорее всего вы знаете, о чем я сейчас расскажу. Это про ту самую яму, которая то ли намеренно, то ли не доглядели, оставили. Яму, в которую падаешь, и все. Это верная смерть. Там шипы, и самый смех, если ты в эту яму попадаешь, будучи суперсоником. Сейчас я услышал про дроп дэш, я не удивлюсь, если они в эту игру его добавили, потому что Sonic Mania была успешная, Sonic Mania и был дроп дэш, значит нам надо совать дроп дэш абсолютно в каждую игру серии, даже там, где этот самый дроп дэш нахрен никому не сдался. Это я тебе говорю, Sonic Frontiers. Вот по-моему как раз второй акт этого уровня и содержит ту самую яму, но в мобильном порте, на основе которого делалась эта версия, и скорее всего в этой версии тоже, если в ту яму упасть, там не будет шипов, там будет переход на секретный уровень. Но в ране у нас никакого секретного уровня не будет. Зачем нам лезть в секретный уровень спидранья, все игры неправда ли? Так, да, секретный уровень Hidden Palace. Какие-то ассеты для этого уровня вроде даже в оригинальной игре существовали, но из этого не было ничего реализовано нормально. Что такое дроп дэш? Это когда мы прыгаем и в прыжке зажимаем прыжок. Это если в классике типа мани. Если Sonic Frontiers, то мы прыгаем, делаем двойной прыжок и во время уже двойного прыжка мы зажимаем прыжок, нажимаем как бы кнопку в третий раз. Тем самым мы опускаемся вниз и резко как бы набираем скорость на земле и продолжаем вращение. По сути это комбинация стомпа и спиндэша, если так можно сказать. Только как бы Sonic набирает вращение уже будучи в воздухе, но и падает он не со скоростью стомпа, а просто со скоростью падения. Это по идее, ну по крайней мере в Sonic Mania сопровождается особой анимацией и звуком, но в некоторых других играх этого не происходит, потому что разработчики бывают очень ленивые, скажем так. Этот уровень, я не знаю по чьим просьбам как раз в вышеупомянутую Sonic Mania и переносили, делали на его основе там второй акт и прочее. Потому что видимо в штате разработчиков нашелся один человек, которому нравится этот уровень и предположительно им был Такаша и Зука, потому что а кто еще мог так сильно повлиять на игру, чтобы в ней появился этот уровень, я не знаю. Я не знаю конечно как среди вас, но среди моих знакомых это уровень малкому нравится. И сейчас мы делаем в принципе то же самое, что мы сделали на предыдущем уровне, мы снова взлетели повыше и пролетели над, так сказать, триггером босса, пролетели сразу на капсулу. Босс там был такой типа, вот из этого океана буквально масла этого, топлива чего-то. Выныривал и пытался нас поджарить, а когда он выныривал мы били его по голове. Ах, вот этот печальный известный уровень. Во-первых, это единственный уровень в игре, у которого три акта, а не два. Во-вторых, здесь есть противники, которые противные. О-о-о. 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 Но скорее всего мы этих противников будем скипать. Соник сейчас пытается заскочить, ну, как всегда. Коллизии у игры поломаны, особенно где всякие лупы, углы, переходы какие-то. И он частично просто сквозь пролез. А вот это сейчас было красиво. Он разогнался вот на этом, на этой гайке, так сказать. С нее спрыгнул и получил хорошенький такой босс в скорости. Это было красиво. Спасибо. Пока дропдэш в дэш, он делает момент приземления. Мы прыгаем, держим, потом зажимаем кнопку прыжка. После этого проигрывается звук. Как бы Соник начинает свой спиндэш, но находится в воздухе. Он сворачивается в глубок, начинает вращение и в момент приземления сразу дает рывок вперед. Вот так работает дропдэш. Вообще, как бы, механика полезная, хотя обычные игроки, когда в первый раз играют в ту же Соник Мани или во что-то, они считают, что эта механика нафиг никому не нужна. Вот эти вот враги зеленые, которые кидаются в нас своими... чем? Не знаю, как это назвать, в общем. Эти штуки, они как бы умеранги работают и к ним как бы возвращаются. И чем эти враги противны, это тем, что они могут находиться за пределами твоей достигаемости, так сказать, и кидаться вот этими своими бумерангами, как бы сквозь геометрию уровня, пока мы поднимаемся на вот тех самых гайках, например. И... Очень легко... Реально, очень легко словить дамаг от этого и... Упасть вниз. Ну, поскольку это сборник на другом движке и вот это все, мы все это в целом проходим по большей части обычным образом, за исключением каких-то там заскоков текстуры. А в оригинальной игре все акты этого уровня проходили через Zicoe. То есть, когда мы заскакиваем буквально внутрь геометрии, она нас начинает пытаться вытолкнуть и мы летим в конец уровня практически. Это, конечно, такой уровень, на котором у нас все на свете пытаются убить. И убить не только Соника, но и психику игрока. А вон еще звезды. Это тоже противники относительно противные. Они, как правило, находятся как раз внутри геометрии, вот внутри стенки, по сути. И когда ты к ним приближаешься, они отстреливают свои шипы. Но поведение этих шипов, в принципе, предсказуемое, потому что вот как они расположены, в том направлении они и полетят. А богомолы, вот эти зеленые, они кидают эти свои штуки и те, в каком-то смысле, за тобой следуют. И от них уклоняться уже посложнее. Еще один босс, который в каком-то смысле похож на того босса, которого мы видели в Sonic CD, у которого были пузыри, только там мы проигнорировали вообще эти пузыри за счет того, что у нас Knuckles умеет игнорировать отмены Глайда. А здесь мы абьюзим Тейлза и бьем все эти его копии и бьем его самого. Добро пожаловать в, наверное, самый знаменитый автоскроллер в серии, Sky Chase. А.к.а. уровень для чтения донатов. В самой первой 3D игре серии в Sonic Adventure первом тоже есть автоскроллер, аж целых два, которые тоже называются Sky Chase. Они, конечно, не так выглядят, как здесь и враги там другие, но суть абсолютно та же самая. Чья гениальная идея была, я не знаю, сделать вот такой, знаете, довольно долгий автоскроллер, он в 2 минуты с чем-то, по-моему, нравится, в игру, которая позиционирует себя как скоростной платформер, игру, которая продает консоль, да еще вот с этой агрессивной рекламой, которую, возможно, многие знают. Genesis does what Nintendo. And it's all for charity? Shut up and take my money! Okay, there is one thing I do want to mention here. I want you all to look at the back of the moment. Стоит куда вырезали автоскроллеры и правильно сделали. Пушаете автоскроллеры? Каждый занимает тоже по 2 минуты с чем-то или по 3. И во время этих автоскроллеров можно просто расположить себя в углу экрана, и ты максимум 1-2 раза дамаг словишь, этого недостаточно, чтобы тебя убило. Поэтому, ну, единственное, что в конце второго автоскроллера там надо еще босса побить, как бы, ну, пострелять чуть-чуть в корабле, ну, и все. Это делается затыком кнопки в течение нескольких секунд и все. Не знаю, может быть, они вот этот сегмент сюда добавили, чтобы игроки могли, не знаю, отдохнуть после Метрополиса, который три акта натуральной пытки со всеми этими врагами, подъемами и вот этим вот всем. Здесь они решили, типа, дать игрокам отдохнуть перед, я не знаю, еще одной пыткой, потому что Wing Fortress это такое место, где очень много всяких двигающихся штук. Какие-то из них мы можем дмэш бустить и пропускать целые сегменты уровня, как это сейчас вот недавно произошло. Этот босс, когда его спидранят оригинальную версию, там начинается какая-то жесть с тем, что он заскакивает, по сути, как бы внутрь склончика и начинает бить босс, находясь наверху. Ну а здесь ему хорошо еще и повезло с этой платформой, которая с шипами внизу, он от них очень удачно отпрыгивал босса. И у нас сейчас будет уже концовка, мы летим на Десег, на летающую космическую крепость Сегмана, которая абсолютно не является аллюзией на звезду смерти, сами знаете откуда. И это место примечательно прежде всего тем, что изначально из-за бага, судя по всему, но по итогу это стали делать абсолютно во всех релизах, там нет колец. Хотя по каким-то старым промо материалам и скриншотам на этой зоне были кольца. И вроде как считается, что в финальной версии этих колец нет из-за какого-то бага. И в условиях отсутствия колец нам нужно убить двух боссов. Сначала вот этого товарища, а потом вот этого товарища. Робота, который, наверное, начиная с Sonic Generations, тоже его стали активно реюзать. У этого робота своеобразный хитбокс, в частности нам нельзя на огонек попадать, который сзади него, но Райнеру прям очень хорошо все удалось, сейчас абсолютно все удары прошли грамотно, и он не дал этому боссу даже взлететь. Натурально идеально в хитбоксы попал, потому что если ты заденешь огонь, ну тебе хана, как бы тебе начинать вот с этого серебряного Соника. Мы сделали? Да. Но, да, это конец Соника. Конечно, мы не можем забрать кредит на это. Единственное, что здесь... А-а-а... Йому Соник 3. Вот я как раз задумался, а есть ли во втором Сонике из Origins такая вещь, как InstaShield? Наверное, есть. InstaShield – это механика из третьего уже Соника. Мы во время прыжка нажимаем прыжок еще раз, Соник делает как бы быстрое вращение вокруг себя. В японской версии, в мануале, оно так и называется Double Spin Attack. В английской версии это называется InstaShield, и по сути, что он делает? Он увеличивает наш китбокс на несколько кадров. И за счет этого мы можем наносить дамаг по объектам, которые, например, находятся немножко выше нас самих, если мы прыгаем. И, в частности, за счет этого легче расправляться вот с этим финальным боссом, потому что за счет увеличенного хитбокса атаки, но не хитбокса дамага по тебе, гораздо легче наносить урон босса. Я, на самом деле, все это время не видел даже толку, что он InstaShield использует. Но вот на этом боссе, видимо, использовал, потому что да. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Это было аниме. Вот здесь вот мы видим снова оригинальные титры уже, как на Мегадрайве были, такие же. Пока идут эти титры, я уж, ну, видать, они тоже непропускаемые, либо они их специально не пропускают, чтобы засетапиться. О, Марк Церни, кстати, добрый вечер. Я думаю, вам этот товарищ знаком. Марк Церни, да, тот самый. И сейчас, когда вот это вот все пройдет, мы перейдем на самую большую игру в этом сборнике, которая, наверное, по продолжительности, как все предыдущие, вместе взятые, потому что это великий и ужасный Sonic 3 & Knuckles. Sonic 3 & Knuckles, это, по сути, это уникальный проект во многих смыслах. Это единственная, наверное, игра в истории, которая имеет так называемый локон фичер. Суть какая, эти игры, ну, на Мегадрайве, они распространялись на картриджах. И картридж Sonic & Knuckles, по-моему, Sonic & Knuckles, да. Картридж Sonic & Knuckles шел с дополнительным разъемом наверху картриджа. И в этот самый разъем наверху картриджа можно было вставить другой картридж. Это и есть так называемый локон. Если вставить в него Sonic 3, это станет одна большая игра, которая буквально называется Sonic 3 & Knuckles. Она изначально была вот такая вот большая, эта игра, ее разбили на двое, потому что она банально не влезала на картридж на один. Так что да, можно сказать, что Sonic & Knuckles это этакий экспеншн пак для третьего Соника, который распространялся в виде отдельного картриджа, к которому можно было подключить оригинальный картридж. А можно было подключить что-нибудь другое. Например, если к нему подключить Sonic 2, то у нас становится играбельный Knuckles Sonic 2. А если подключить первого Соника или что-нибудь другое, то включается Blue Sphere. Это мини-игра, которая представляет собой бегалку а-лят спецэтапы третьего Соника. Только там этих вариаций Blue Sphere просто не очень много их. В общем, да, эта игра оказалась попилена на двое, и для того, чтобы сделать из этой игры как бы единое целое, они запилили Look On. И это единственная игра такая вообще из всего, что есть на Мегатрайве. Ну а поскольку у нас предыдущий раннер гонял на аркадном стике, нам теперь нужно снова поменять управление. Причем не на дефолт какой-то поставить, а на то, что раннеру удобнее. Поэтому у нас снова стрим настроек. Как они настраиваются, еще такой прикол про третьего Соника. Это, по-моему, третий Соник оригинальный. Это, по-моему, еще первая игра именно, по крайней мере, про Соника, которая имела в картридже батарейку. Батарейку, предназначенную для сохранения данных. У Соника Наклуза этой батарейки, по-моему, нет, а у Соника 3 она есть. Там, на самом деле, еще много всяких штук, которые, если эти две игры объединить, там будут изменения некоторые. Там, в частности, у Соника 3 не будет одного босса, если его с Наклузом объединить. Музыка, местами другая, еще что-то. Ну, в общем, не суть. Мы играем за Эми. Это персонаж, которого не было в классике изначально, в принципе. Это новый персонаж, добавленный именно в Соник Оригин. Ну, новый персонаж с точки зрения этих игр, в смысле. Эми тоже ростом чуть пониже, чем, например, Соник с Наклузом. По ней даже заметно. В частности, когда она в этот шарик сворачивается, она точно так же умеет спиндэшить, крутиться-вертеться. И у нее есть молот. И вот она, когда прыгает, вращается, она вращается с этим молотом. И хитбокс вращения с этим молотом у нее, наоборот, довольно большой. Ну, хотя бы не картами, слава богу. Хотя бы здесь они еще не дошли до того, чтобы использовать повсеместно карты в геймплее. Так, я начинал говорить про Инсташилд. Он помимо увеличенного хитбокса еще на несколько кадров давал неуязвимость Сонику. Тем самым можно было не получать урон даже в какие-то моменты, если правильно им воспользовался. Эми делает вот эту свою вертушку с молотом, по сути, делая своего рода Инсташилд, который, ну, тоже как бы увеличенный хитбокс имеет, но у него неуязвимости уже нет. Не то чтобы это, наверное, было проблемой для раннеров, но, тем не менее, они, по крайней мере, сочли нужным об этом рассказать. Они рассказывают про то, как выглядит дропдэш у Эми, но пока что не показывают, как выглядит дропдэш у Эми. Если я правильно помню, при дропдэше Эми не клубком катится по земле, а она начинает бежать и постоянно бить молотом. Она начинает пародировать этот звук летающего корабля, который там за ним летит. Я, кстати, не помню. В какой-то версии игры вроде делали так, что эти бомбочки могут падать и дамажить, если ты все время вперед держишь. Но, как и в оригинале, так и здесь, если мы просто держим вперед, мы не получим от них дамаг, потому что они до нас не долетят. Я думаю, что это немного более хай-тех, а теперь с новой тех. Так, он будет падать на нашу левую. Я не знаю, что это было. Тейлз не помогает нам. Дай, Тейлз. Оу, может быть? Найс, хороший босс. Здесь тоже у нас есть взаимодействие с Тейлзом. Это немножко странно выглядит, то, что у нас Тейлз таскает Эмми, а не Соника. Но, допустим, ладно, пускай они все друзья сидел. И да, здесь это тоже делается одним контроллером, а не двумя. Что, по идее, должно быть удобнее. Полтора часа не со всеми играми. Ну как, не со всеми. Вся номерная классика, в которую относят еще и Sonic CD. То есть, Sonic 1, Sonic CD, Sonic 2, Sonic 3, нахуй. Сюда не стали вносить Наклз Хаотикс с SEGA 32X, но, наверное, и слава богу, что не стали. Хотя, как сказать. Ух, если уж я заговорил за Наклз Хаотикс. Чего бы не отвлечься, да? Это игра, которая выходила исключительно на еще одном экспеншене для Mega Drive, который назывался SEGA 32X. И для которого, естественно, тоже был свой формат для игр. Вот это вот все. И у Наклз Хаотикса не было ни одного переиздания. Вообще. Единственное, что было, это ее выпуск на одной богом забытой платформе, которая своего рода прародитель современных подписочных сервисов. Я только честно забыл, как та платформа называлась, но она просуществовала что-то года два. Туда там были, в общем, эти игры всякие старые. Там чуть не из Сатурна игры были и говорили, что там даже эмулятор какой-то прям свой для них был, и он даже хороший был. На то-то время. Это примерно речь про 2008 или около того года. Я реально забыл, как кофернс, господи, какая гугл стадия? Гугл стадии на тот момент еще в проекте не было, нет. Это даже не физическое устройство какое-то. Это был, по сути, прообраз современных, я не знаю, геймпассов. Грубо говоря, подписочный сервер, через который мы, точнее не мы, а пользователи из Северной Америки получали доступ к играм. И вот только в том сервисе эта игра была. Наклскаутикс. Больше ее не было нигде, кроме как на реги... А, геймптап, во, во. Геймптап. Вот так платформа называлась. Ааа... Ну, игра, конечно, та была... Весьма своеобразная. Ее ранили, кстати, я не помню. Я помню, что это было при мне, но я не помню тоже, что это было ESA или GDQ, но не столь важно, наверное. Или Rosie the Rascal. Ммм... 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 И��게, сколько это Бесилик amor'an blast. Так что мне казалось少есо semENTang. Он fertig задача, который в последнее время Stampage is very biggest thought... Of course... Мы закрываем, что мы прошли на второе акции. И за года из сценария просто делаем свою очередь на получилось. Итак... Оааа... Вот этой счастья 형, забыл что называется. Карнивал... Карнивал Night, кажется. Тот самый уровень, где защищаетная бочка была. к слову я так слышу по стриму у них играет оригинальная музыка дойдем до карни волна это там точно можно будет понять это та музыка или нет потому что sonic origins у третьего соника изменились изменили музыку там история вообще страшно для третьего соника частично музыку для финальной версии писала команда майкл джексон и эта самая команда некоторые члены но не сам майкл указано в титрах скорее всего это создает какие-то проблемы с авторскими правами при последующих релизах хотя до этого вообще-то sonic 3 его выпускали на миллиарде всяких сборников до этого ничего саундтрек был оригинальный но тот которому все привыкли смысле а сейчас я не знаю то ли с этим стало хуже то ли они не за не стали заморачиваться или что они засунули музыку которая была написана для прототипа которая использовалась пока версии старый sonic 3 и но было бы хорошо если они засунули ту музыку с пк версии но нет они пошли дальше они взяли джуна сыноя и заставили его эти версии реаранжировать отдавать жену сейчас синтезатор в руки не рекомендуется абсолютно потому что к сожалению дед абсолютно истратил было и навыки и если кто-нибудь из вас играл недавно выпущенный секс sonic superstars и слышал например оттуда тему босса эх помянем такую классную музыку где-то писал когда-то ё-моё для адвенчеров даже для классики как бы есть неномерная игра серии которая тоже на мега драйве выходила на себя сатурне она называется sonic 3d blast для неё для мега драйве версии саундтрек писал тот самый джунс и ноя и там мощный саундтрек легендарный чертовы деревья там потрясающий настолько потрясающие что пару из них решили реаранжировать усилиями того же само джунс и ноя в sonic adventure там как минимум тема парк это реаранжировка темы из 3d blast и еще тоже оттуда по моему винди в общем да такая вот дичка майкл джексон всем известно что с ним были связаны всевозможные скандалы но больше скандалов то они были еще тогда в 90-х и это абсолютно никак не мешало выпускать эти игры каких-то сборниках там уже в двухтысячных и нет все таки это музыка из ориджинс из переиздания значит не всю музыку писал команда майкла джексона потому что тема этого уровня и значит ну так который все привыкли она абсолютно другая то что играет здесь это уж лучше бы с пк версии прототип тот засунули он гораздо лучше звучит чем вот то что мы сейчас тут наверное слышим у меня буквально сейчас спали в моменте когда я пыталась друг дальше используйте и начинал этот свой бег с тем когда она бьет молотом по земле один бежит натурального стукает вперед себя все время смешно так выглядит этот босс в каком-то смысле тоже можно сказать что этот босс убивается за ноль ударов но ноль ударов от нас он принимает урон от вот этой вот штуки металлической которую он сам же и запускает которая отражается от стены и бьет его самого но мы сами ему урон не наносим все эти да палитры вот эти вот пикселявые эффекты и прочее когда мы смотрим на все это сейчас на наших современных не за 2к 4к житых исторических экранах с прогрессивной разверткой это важно это может хорошо так по глазам если сейчас я не знаю запустить второго мегамена уровень баба у мэна это минус глаза сразу потому что тамошний водопад вот этот это ужас какой-то глазах мельтешить начинают букву от сразу же но этого не происходит на телевизорах через строчной разверткой то есть на телевизорах под которой изначально эта игра делалась целом технология электронно-лучевых трубок и через строчная развертка они все эти приколы немножко даже компенсировали и наоборот из-за того что они вот так делали разрабы вот таким образом эти все текстурки так сказать они создавали своего рода эффект воды да и чего-нибудь другого и на тех телеках это работает это хорошо работает это выглядит не врагоглазым так сказать но если на это смотреть современных экранах прогрессивно разведка иногда хочется отвернуться от экрана либо закрыть глаза потому что больно на этом уровне вот вот эта кнопка которую сейчас имя нажала ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой случился stage fatality добрый просто привет моему прохождению что нифмане В общем, вот там кнопка и шипы. В определенных условиях, при определенном прыжке, вот с той вращающейся штуки, можно добиться того, что мы проскакиваем то место, мы не умираем от шипов, но не нажимаем кнопку. Если это сделать и потом пройти уровень до конца, мы снова встретим Наклз, по крайней мере в оригинальной игре, этот Наклз будет фиолетовый. Выглядит очень крипово на самом деле. Фиолетовый Наклз, вот с этой его лыбой. Возможно, за Эмми это здесь даже проще сделать, наверное, чем в оригинальной игре, потому что у нее хитбокс вот этого шарика, в который она при прыжке сворачивается, он меньше, чем хитбокс Соника, например. Конечно, много времени мы, походу, потеряли из-за той смерти. Ну, в нормальных условиях мы просто приземляемся на эту кнопку, нажимаем ее, включаем как бы свет на уровне. Тем временем у меня, по крайней мере, пропал звук. Чат, пожалуйста, отпишитесь, не пропал ли у вас звук со стрима сейчас. О, боже, у меня еще и артефачить начало жестко. Ой, 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 что происходит? Оригинал тоже так, ну-ка сейчас проверим. Оригинал у меня, кстати, нормальный сейчас. А, ну, я тоже вернулся в норму, ладно. Там, в общем, по крайней мере, то, что видео я, это пропавший звук и то, что картинка вся поплыла. Я так понимаю, это и у вас тоже было. В общем, прошли мы этот Карнелл Найт, и мы переходим на уровень, который вообще-то тоже... Вот здесь вдвойне обидно, потому что музыкальная тема этого уровня, которую все знают, из оригинальной игры. А она настолько хорошая, что... Ну, ничто другое сюда не вписывается. Вот эта мелодия, которая здесь играет прототипно, она сама по себе неплохая, и она, наверное, даже хорошо бы зашла, если бы... Эта игра в таком виде была в то время. Но та мелодия, которая здесь была изначальная, она была потрясающая. Конечно, это... Ну, много кто ее сравнивает с песней группы Jet Zones, которая называлась Hard Times, по-моему. Вроде буквально ее мотив был использован, но не суть, как бы... Это звучало потрясающе. Это была очень красивая мелодия. И как ни крути, какие бы там ни были, я не знаю, проблемы с атерскими правами, чем сейчас, они эту игру перевыпускали не один и не два раза. В частности, была... Вот у меня даже есть коллекция классики, причем не только вот этой. В принципе, коллекция классики с Мегадрайвом на PS3, которая называлась Sega Ultimate Genesis Collection. И там тоже был Sonic 3 и Nacos в нормальном виде с оригинальной музыкой. И это не был вот этот новый порт на новом движке. Это была буквально эмуляция оригинальной игры. Здесь же, вот не знаю, либо потому что это ремейк на другом движке, либо совокупность факторов, не знаю. Но они решили не совать сюда оригинальную музыку, засунули зачем-то реоранжированные прототипные мелодии. Которые лучше бы они, ей-богу, не трогали, вас серьезно. А, ну и да. Вообще-то, начало этого уровня... Мы катимся на сноуборде за Соника. Но поскольку мы здесь играем за Эми, которая появилась только здесь, у нее... Ей не сделали, короче, сегмент со сноубордом, и она просто падает, и на нее с них поменяешь сверху и все. Очень не знаю. Конечно, это все вопросы личного отношения людей, но, скажем так... Я вижу, я вижу. Для меня то, что Sonic 3 перевыпущен в этом сборнике с неоригинальной музыкой, а вот с этим, для меня это серьезный минус. У меня немного... 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 Но мы должны быть хорошо. Мы будем здесь, в самом деле. В оригинальной... В оригинальной игре я помню, что там можно хорошо... Там было много заскоков в геометрии уровня, мы начинали тоже вот лететь сквозь все, и мы не просто сквозь все летели, мы пролетали сквозь конец первого акта, летели сквозь второй акт, и пролетали уже босса второго акта. Скипали, по сути, в одном акте оба сразу. Донаток, да, я заметил, там провелось, и говорили шутки про то, как надо правильно произносить уровень, который второй по счету в этой... Сонитей Наклас, а именно Hydro City. Или Hydro City. Собственно, есть два лагеря, два стула. Hydro City или Hydro City от слова Velocity. Такая вот шутка. Как вы думаете, после францезы они смогут сделать по-настоящему крутого 3D-соника? Ах, конечно, спидран-марафон это не совсем, наверное, то место, где мне стоило бы прям слишком много делиться своим личным мнением насчет чего-либо, но я так скажу. После третьего апдейта у меня надежды не осталось. Если после оригинальной игры еще можно было на что-то надеяться, на то, что они там хорошо поэкспериментируют, сделают какие-то выводы, еще что-то там, то после третьего апдейта, которые в целом все хорошо приняли, кроме... кроме относительно небольшой группы листов, так сказать, включая меня, несмотря на все проблемы оригинала, которые были преумножены, но которые все закрывают глаза, надежды мало. Даже несмотря на то, что третий апдейт они еще и немножко обновляли. Да, апдейт на апдейт выпускали. И немножко пофиксили вещи там, но осадочек остался. Ух, да. И нет, ради бога, не надо ремейка от Венча. По крайней мере, от тех людей, которые сейчас с уникальными. Нет. Вот знаете, моя личная мечта. Раз уж мы тут пошли, о чем-то говорите. Все равно, то, что мы сейчас видим в Ране, это, по сути, казуальное прохождение. Тут не происходит даже какие-то там ультра прыжки, проскоки сквозь стены или еще что-то. Кстати, Амогус. Та штука, переключатель красный, очень похожа на Амогус. Короче, раз уж я начал немножко за мнение. Моя дурацкая, на самом деле, мечта, это, чтобы когда-нибудь игру про Соника сделали Рюга-Котоку-студил. Я имею в виду, чтобы люди из Соник Тима вообще не прикасались ни в каком месте. О, прекрасно, они на Клуза там скипнули, конечно. В оригинале, я помню, там тоже идет ломание всего, мы летим вот сзипами через этот уровень, приземляемся, даже не совсем сюда, а на секцию на Клуза сделать таких боссов два. Что сделали Рюга-Котоку-студил? Они сделали Рюга-Котоку. Рюга-Котоку это франшиза, которую вы, скорее всего, знаете, как Якудза, либо Лайка-Дрэгон. Но не только они, на самом деле, они много еще делали. В частности, они делали манки-боллы. Но манки-болл я серьезно воспринимать не знаю, но... В общем, да, Рюга-Котоку-студил это тоже подразделение Сеги, которое, в общем-то, взяло свое название в честь своей главной франшизы, которая они... Первую игру, которую они в 2005 году, это франшиза под названием Рюга-Котоку, что в переводе означает Лайка-Дрэгон, то есть подобный дракону. В локализации английской это превратилось просто в Якузе. На самом деле, довольно звучный и, главное, коротко, потому что говорить там Лайка-Дрэгон каждый раз или Рюга-Котоку немножко, наверное, долго, а сказать Якузе очень быстро. И... Конечно, они тоже приколисты, скажем так, Рюга-Котоку-студил, но... я бы реально хотел от них группа просонников. Причем с их композиторами это важно. Потому что композиторы, работающие на Рюга-Котоку-студил, это... они все большие молодцы, без исключения. Ну а что мы тут враньи делаем? Мы снова немножко абьюзим Тейлза и заскакиваем на этого босса сверху, наносим ему все удары, летим. И, собственно, в конце вот этого сегмента... А вот, кстати, мне интересно, как в Origin все это сделано, потому что в оригинальном, ну как бы, сочетании Sonic 3 на Куз, если подцепить сюда на Куз, здесь не будет этого... Не будет одного босса. Не будет Бегарма. По крайней мере, в оригинальной игре. И этот самый Бегарм очень хорошо валился как раз через инстащил в ту самую механику, которая увеличивает хитбокс и дает неуязвимость. До рано жажмин-то еще... Ну, до часа ночи ждать в полоскве. Сейчас полседьмого, то есть пять с половиной, шесть с половиной. А, это страшная часть. Давайте посмотрим. Музыка 10 сентра. Здесь мы идем. О, они сделали этого босса сюда. Ладно. Это уже прикол из Sonic Origins версии, потому что оригинальная игра Sonic 3, ну, Sonic 3 и Knuckles оригинальное сочетание вот этого босса не имеет. Этот босс играет только если мы играем в Sonic 3 без Knuckles. Вот из-за того, что у Эми нет неуязвимости на этом прыжке, она все-таки получала здесь урон об эти шипы на голове у босса. А инсташилдом у Sonic 3 если в нужный момент его прожимать. Можно наносить ему дамаг не получая дамаг по себе. но мы still going Amy got through act 2 and we just going to throw straight in to Sonic & Knuckles section таким образом мы прошли Sonic 3 и сейчас мы переходим к Sonic & Knuckles для начала посмотрим вот эту анимацию как Эггман улетает на падающий десег вот этот это момент собственно с титульного экрана Sonic & Knuckles при этом без логотипа нам проигрался и нас запустили на первый уровень Sonic & Knuckles собственно в конце было глитч в early days of this game where you can get into any of the what was it you can just go into a big ring and like before you in the special stage you can just restart and with Knuckles it would just warp you right to the game so the reputation of Sonic now can see what you saw before bounce from Itembox это и в оригинальных играх была серьезная штука ну и вот в этих тоже с точки зрения физики эти игры они очень близки к оригинальным оригинальным так сказать Соник и Наклз вероятно вполне себе пиратился я думаю там не было батарейки сохранения но не было разъема на верхней части карты то есть пиратские версии ну по крайней мере про те которые мне известно их нельзя было объединить друг с другом и это на самом деле возникло создавало у некоторых людей знаете у которых которые покупали книжки с кодами например вот у этих людей у которых были книжки с кодами и кто имел к ним доступ то сказать у них мог возникать диссонанс потому что в этих книжках с кодами порой говорилось как раз про соник 3 и Наклз объединенный в то время как спиратить локон ну не знаю может быть конечно были какие-то редкие пираты которые делали локон но я про такие не слышу по крайней мере если такие были то наверное это даже раритет потому что я ни разу не слышу чтобы пираты воспроизводили именно что разъемные картриджи и что он имел тот самый функционал позволяющий объединять игры я как-то говорил там за способности персонажей да что у соника в отличие от других персонажей есть щиты ментальные но получается не только у соника у нас тут эми с огнем щитом левого это очень интересная мысль в чате возникло что будет если в картридж Соник и Наклз вставить Соник и Наклз но на самом деле мне кажется что запустится Блюз Фирс как если бы туда вставить первого Соника или любую другую игру с мега драйва флайн беттери это уровень который тоже в Соник Мании делали это тот уровень который по крайней мере в Соник Мании у многих кто проходил все на скорее всего на нем тайм овер ловили потому что уровень очень долгий а классика она имеет такой прикол что если мы играем дольше чем 10 минут на уровне мы автоматически умираем что если вставить Соник и Наклз в Соник и Наклз и сверху него Соник 3 я попробую поспрашивать у людей которых потенциально есть не одна копия Соник и Наклз но сейчас естественно я пытаться делать не смогу это то что мы хотим делать а у этих игрок еще есть небольшие секреточки некоторые шипы вот эти можно двигать это не только здесь это еще и других нас так было они могут открыть либо просто вот это кольцо через которое нас к сетап попадают но это может быть еще альтернативный проход вот как здесь это тоже босс которого мы сами не бьем этот босс бьет сам себя то есть этот еще один босс которого мы проходим в ноль ударов ну технически в ноль ударов если иметь ввиду удары которые мы по нему наносим но пошло это Соник сидит Не, ну в данном случае 300 IQ не совсем корректно, потому что здесь все-таки робот себя бьет. А он, по сути как, задетектил на себе врага, просто он реагирует на него не сразу, и за то время, пока он отреагирует, врага на нем уже нет, и он бьет с моего себя. Я бы хотела видеть, что это действительно выглядит. У меня есть какие-то впечатления на это? Я рад, что ты говорил о бренде, потому что это где-то я был. Представь меня держать батарею, а потом я просто покинулся. Мы можем представить это, да. Я имею в виду, что это истинка, я бы не ожидал батарею, тоже. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Немножко автоскроллер, мы ждем пока вот эта вот платформа снизу поднимется и мы на ней поднимемся к боссу Раньше это была бы смерть Исходя из того, как я себе представляю, что он писал, то да, это звучит как то, что убивал у меня в Sonic Mania В Sonic Mania, несмотря на то, что как бы ее все не хвалили, но у нее есть вот те же самые проблемы, в принципе, как в старых играх Если у тебя меньше хитбокс, чем Лэй Если ты застрял между двумя объектами, расстояние между которыми меньше твоего хитбокса, ты умираешь Эта игра считает как то, что тебя придавили И таких моментов там очень-очень много Здесь может быть с этим получше, по крайней мере я не видел, чтобы Эми умирала, но возможно я этого не видел, потому что отвлекся Сэндополис это такой тоже немножко мемный уровень Многим запомнился, не совсем даже положительного ключа, особенно его второй акт, где мы бегаем уже внутри пирамиды И там на нас вылетают постоянно привидения без мотора, правда И нам там надо постоянно включать север Тейлз у нас не бесконечно летает, как, в принципе, наверное, и везде Он устает со временем, это даже видно по нему Но этого все равно достаточно, чтобы нас хорошенько поднять куда-нибудь и, так скажем, позволить нам пойти по более быстрому пути, так сказать В оригинальной игре это, в принципе, тоже можно было делать, но с поправкой на то, что надо использовать второй контроллер для этого То есть второго игрока По-хорошему А вот и случилось То самое Вот вам и Stage Fatality в Сониках Нас придавило шипами вот этими движущимися Даже при том, что у Эмми хитбокс меньше, чем у остальных, это ее не спасло Ну и здесь у нас босс, это своего рода голем, только, наверное, не Эгг Голем из Sonic Adventure 2, просто какой-то голем Он все, что по сути делает, это прыгает в нашу сторону Обычно, когда он прыгает, раннер синхронно прыгает вместе с ним И мы ждем, пока он допрыгает до края Платформы, бьем его по спине И тут улетает с зубучей пески Тот самый второй акт, где При обычном прохождении у нас А, ну вот они, в принципе У нас возникают призраки И чем темнее становится на уровне, тем эти призраки больше и опаснее, так сказать Они рассказывают еще и про то, что даже вот у этих призраков есть свое название Название на японском, причем Это уже, скажем так, особенности игр тех времен, потому что в наше время мы это уже практически утратили А раньше к видеоиграм выпускались мануалы, в которых не только поясняли за управление, но и поясняли за сюжет, за персонажей, за, быть может, общие механики геймплейной То есть это, по сути, был этакий мини-гайд к игре Сейчас такого, по крайней мере, в комплекте с игрой встретить уже сложно Собственно, у нас на уровне стало темное уже, смотрите, у нас эти призраки Они уже большие, страшные Их можно бить, но они будут появляться вновь Но мы можем от них избавиться, если найдем выключатель на уровне Если мы найдем выключатель на уровне вот как здесь Мы бы включили свет, но почему-то раннер не включает свет, наверное, потому что для этого надо повесеть какое-то время на выключателях Что это Тейлз? Ох, скамбэк Он даже нравится этот парень В тем временем у нас свет включился сам, потому что на выключатель попал Тейлз Это четвертая часть на Сегу? Нет, это соник джемпа конверсия И Наклз здесь сменил пол Теперь его зовут Эми Роллс На самом деле это отдельный персонаж, естественно, который играбельный для этих игр сделали впервые именно в этом сборнике Лава Риф Это, наверное, для многих игравших в Sonic 3 Nacos это один из любимых уровней, особенно в плане музыкальной темы, как есть Да, это будет Да, это будет Да, это будет Да, это будет Айс Кэп Музыка которого была в оригинале потрясающая Уже там У этого уровня тоже очень классная музыкальная тема и она здесь сохранена Ну конечно, кто какой уровень любил, это все большое субъективно, потому что, не знаю, кому что, а мне этот уровень даже немножко сложно Было проходить, когда я первый раз вообще играл Но это было сложно до тех пор, пока ты не понимаешь, что тебе надо делать все что угодно, чтобы сохранять огненный щит И если у тебя есть огненный щит, то ты неуязвим для большей части объектов на уровне, кроме шипов, наверное И конечно, все еще странно наблюдать за тем, что у игры все еще есть вот эта задержка между звуком и картинкой И вот, кстати, по поводу задержки звука Это задержка звука, походу, на рестриме, по крайней мере, в том, что я вижу в дискорде Именно в дискорде идет эта задержка, потому что я сейчас открывал оригинальную трансляцию, там со звуком все в порядке Успел убить эти штуки, пока они не исчезли в первый раз А вот такие руки мы еще увидим под конец игры Уровень намного короче, чем помните Ну, наверное, потому что, когда люди спидранят уровни, они проходятся быстрее Здесь тоже сплошные циклы платформ у нас И даже взаимодействие с Тейлзом, судя по всему, здесь не то, чтобы прям сильно помогло Здесь целая прорва всякого, что может нас побить, так сказать Мы получаем неуязвимость и проскакиваем через большую часть этих объектов, но неуязвимость нас не спасает от того, чтобы нас придавило чем-то А это, походу, какой-то секретный рут, который, я не знаю, был ли он в оригинале, может и был просто я, не знал Но я это вижу немножко в первый раз То, что там был типа трамплинчик, я обычно с него слетал вверх Наклз нам опять тут строят поздний В общем-то, в целом, по игре, Наклз здесь выступает как... Большую часть, точнее, игром выступают как злодей Но он делает это не потому, что он злодей, а потому что... Ему сказали, ну, смотри, короче... Вот у тебя есть остров твой, остров ангела, да, вот на него какие-то интрудеры проперлись Ты тут вроде мастер-разумрута хранил, да, ну, вот короче, иди разберись этими торженцами Это, типа, тебе самому выгоднее Оф... Естественно... Все это не просто так, и... Боже, скоро увидим То, что на самом-то деле, бедного Наклза обманывали Время для стимейта... Ну, смотрите, у нас еще 15 минут, у нас остается десек-зона Три акта десек-зона и финальный босс Мы не проходим здесь экстра-босса, который дэнс-дэй-зон Потому что мы из груда не собираемся, что... Наверное, 15 минут хватит Я думаю Собственно, если у нас есть огненный щит на этом боссе, то... Нам практически ничего здесь не страшно, ну... Кроме этих шифов, но... На них... Довольно... Не знаю, на них сложнее не попасть, чем... Наоборот, на них сложнее попасть, чем не попасть, поэтому... Я не знаю... тоже получится это еще один босс которого мы валим в ноль ударов от нас тоже какой третий по счету в этой игре только сейчас это осознал в этой игре как минимум три босса которые бьются в ноль ударов наверно даже больше потому что лазер тот а не буду об этом задумываться но да в этой игре определенно переизбыток боссов которых мы бьем в ноль ударов ноль ударов сами в зале и раннеры сейчас при каждом ударе по наклуза говорят о ноу это не референс это же первый сад венчур где есть бой с наклузом очень короткий в три удара всего при каждом получении удара наклуз в английской озвучке произносит о ноу причем он это производит скажем так наклуза для первого адвенчера в английской версии переозвучивали и вот этот знаменитый это лэфтовер от изначально его звучит наклуз понимает что его все это время на нем играли как на скрипке и он решает нам помочь добраться до вообще-то по идее для него для него священного места до небесного святилища на русской смерти если буквально переводить только эти приколы с тейлзом Насколько я понимаю, там ты не буквально одну кнопку жмешь, и он тебя подхватывает. Там надо его сетапить, чтобы он к тебе подлетать сверху начал. Это все еще, конечно, не использовать второго игрока для того, чтобы Тейлзом управлять и подхватывать первого игрока. Ну, и за счет того, что мы можем подхватывать. Ой-ой-ой, чуть-чуть не долетели совсем. Тейлз устал чуть раньше, чем хотелось бы, и не долетели. И да, получается, когда я вспоминал про то, что нам осталось пройти, совсем забыл про эту зону. Ну, Sky Sanctuary, это вот. Кстати, вот это, если я правильно помню, финальный босс именно на пол, золотой, вот этот вот робот. У него тоже какое-то имя есть, там тоже что-то Sonic, но я не помню, как имя его зовут, поэтому не буду вдаваться даже в это. Акт-1, значит, еще акт-2 есть. А, ну актом-2 у нас собираются ДСК-зону, собственно, мы пролетели на... ...яйцо смерти наше. И тут у нас два акта впереди, она... То есть, в принципе, я правильно пишу, что у нас три акта. Просто я почему-то думал, что актов в целом три. Только это не Metal Sonic. Точнее, это не тот Metal Sonic, которого мы увидели в Sonic CD. Это Меха Sonic, по-моему, он называется. Да, он, скажем, специально Меха Sonic. Да, какой самый гениальный, по идее, способ избавиться от оппонента, который тебя задолбал, который ты посильный и все такое. Да создать такого же посильного оппонента, как тебе, кажется. И в результате, Эггман создает всяких Metal Sonic'ов и прочих. О, Тейлз у нас еще и на кнопочке. За нас нажимает, правда, не на все, но... А так на этом можно, конечно, надолго встрять, если просто играешь. Здесь, кстати, тоже оригинальная музыка на этом уровне. Здесь, по-моему, у нас... Он скипнул вот эту дорожку из колец, по которой он сама перемещался. Ее, типа, активировал Тейлз, а Эмми дальше пробежала сама. Вот это после ревзали Sonic Mania, насколько я помню. Красиво заскочил прямо на его глазик и просто запинал его молоточком. Пропускаем как бы катсценку, как только у нас игра, ну, сохраняется на начало второго акта, мы рестартим, пропускаем эту сценку и... Что, по-моему, если там что-то было, и... Начинается у нас здесь прикол из гравитации, мы сейчас вверх тормашками буквально играем. Идейный прототип великого и ужасного крэйзи гаджета из Sonic Adventure 2. В том смысле, что тут есть гиммики с гравитацией. Ну, и еще один гиммик, это вот эти самые дорожки конвейерные, которые еще и направление, по-моему, меняют. И там есть шипы, что тоже неприятно. А еще есть вот эти, назовем это катушками Тесвы, хотя это не совсем то же самое. Они нас как бы обычно дамажат, но при условии, если на нас нет электрического щита, если у нас есть электрический щит, то они нас не дамажат. Ну и дамажат они его. Тогда, когда на них анимация вот это вот идет. Ну, если кто не прошел этот или какой-то еще уровень в детстве, ну, можете, конечно, если хотите опробовать сборник этот. Вот, потому что здесь банально нет жизни. Иначе говоря, жизни бесконечные. Либо еще проще скачать игру и поиграть в дизайн эмулятор со Safe State. Иначе говоря, что это не просто. Это не просто. А что ты хочешь увидеть маратон экстенденную, аудитория? Потому что Sonic Origins это немножко спорная вещь. В том смысле, что это 4 классические игры, из которых 3 уже были выпущены до этого на мобилке. Они, кстати, были бесплатные, раз как это дело пошло. К ним еще, да, сделали вот Sonic 3 и Knuckles, которые... Наработки на которые у команды Whitehead уже существовали. К этому они прикрутили менюшку на Hatchcock Engine, где мы можем внезапно приближать и вертеть камеры, какая важная фича, и там, собирать арты и музыку за вот эти же самые монетки, которые вынесут вместо жизни. То есть все то, что мы можем посмотреть в интернете просто так. Послушать музыку там, арты посмотрят и все. И вот это они продают за 60 долларов. А, да, первые два мобильных Sonic были сначала платные, но... Знаете, сколько они стоили? 30 рублей. Я первого Sonic мобильного, помнится, точно покупал за 30 рублей Google Play. Это немножко несравнимо с 60 долларами. И все, это у нас, в общем-то, финальный босс. Сейчас мы замочили его руки, и сейчас он будет на нас двигаться слева, мы будем бить его вот эту штуку, которая стреляет лазером. И, в принципе, это будет все, будет конец игры. Я помню, что в оригинальной игре здесь можно немножко поломать эти самые коллизии, и... У нас здесь как бы пол проваливается, но с помощью какого-то прямо мудреного сетапа в оригинале, я помню, можно сделать таким образом, что... И... Даже в левом краю экрана коллизия пола будет оставаться, она как будто сместится за пределы экрана. И... Мы можем стоять на... по сути, на воздухе. И... Все. Эми у нас косплеит Соника буквально во всем, даже он из космоса летит на Землю, и ее просто казуальненько вот так подхватывает. Тейлз... На самолете Соника, к слову. Я, кстати, насколько помню, у этого самолета, по крайней мере, в заставочке финальной, есть момент, когда он... А, или вот здесь даже, когда он летит задом, скажем так, справа налево. И в оригинальной игре у него просто тупо отзеркаленный спрайт. И... Вместо слова Соник на борту у нас получается такие дзеносы. А, вот, вот в этой заставочке и здесь это по фикшену. Они летят справа налево, но мы видим нормальную... Нормальную надпись Соника на борту этого самолета. Входим где-то это сделали, потому что в оригинале эта надпись была озеркаленная. Наблюдаем титры, в общем-то, все мы... Мы успешно, скажем так, совершили экскурсию в прошлое. Буквально прошлись по всей основной классике Соника. Соник 1, 2, 3, Наклос, Соник Сиди, основные игры, так сказать. Все их мы вот сейчас прошли здесь в рамках одного рана. По сути, на 4 раннера все это продемонстрировали. Я все это дело ради вас комментировал. Я надеюсь, что вам понравились игры, понравились в целом все. Ну, я надеюсь. Посмотрим, что будет на следующих марафонах, там же, по идее, если еще где-то на подходе, наверное. Что на ней будет, не знаю. Ммм, Джонсон, но это, кстати, упоминается среди музыкантов. Я смотрел среди композиторов. Не знаю, что именно он писал для этой игры, но ладно. Просто в то время мужик реально мог. Я уважаю его за музыку классики. Я уважаю его за музыку к Соник Адвенчарам, к Соник Сиди. Соник Сиди Соник Хироуз. Там. Не знаю. Не знаю. Не знаю.